Помочь в противостоянии с Россией крымские татары попросили Турцию, и она им отказала. Глава Минджилиса Мустафа Джамилев попросил Анкару закрыть Босфорский пролив для российских военных кораблей. Обратите внимание, не для танкеров с нефтью, что действительно сильно бы ударило по экономике России, а именно для военных судов, которые создают прямую угрозу безопасности в регионе. Но Турция ответила отказом, мол, этот шаг противоречит международным соглашениям о судоходстве. И сейчас на связи с Крымом Осман Пашаев. Осман, а почему так реагирует Турция? 50% газа эта страна получает из России. Вот энергетическая зависимость, как она влияет на ответ Анкары? Ну, здесь нужно понимать, что Турция стоит накануне президентских выборов, первых президентских выборов в этой стране. И кто победит, неизвестно. Дело в том, что премьер-министр Реджеп Тейпер Дуган вынужден идти на эти выборы, как один из наиболее рейтинговых политиков. А конкуренцию ему составит, скорее всего, 26-й, бывший 26-й начальник генштаба Турции Илькер Бажбу, который в прошлом году суды Эрдогана приговорили к пожизненному заключению, но после пересмотра судов отпустили. И фактически это сегодня самая влиятельная гражданская фигура в Турции. И когда мы говорим, что Турция отказала, нужно понимать, какая часть Турции, кто в Турции отказал в прохождении судов. По моей информации, военные в Турции, которые не собираются больше устраивать никаких переворотов, четко сказали Эрдогану, что ни один военный корабль России не пройдет босфор и Дарданелла ни в одну, ни в другую сторону, какое бы решение правительство Турции не принимало по этому поводу официально. Спасибо. Если в Крым вернуться, каковы сейчас настроения? Звонят нам из Крыма, говорят о том, что подорожание. К примеру, вот был звонок, что хлеб неделю назад стоил 3,90, сейчас 4,40. Что на самом деле происходит? Внеси ясность, пожалуйста. Мы сейчас находимся в Ялте, недалеко от Ялта. Это большая Ялта, поселок Рис, в таком гостиничном комплексе Респект Холл. И у меня здесь есть гости, представители туристического бизнеса, и гостиничного, и ресторанного бизнеса в Крыму. И мы о ценах, о хлебе, о бензине поговорим с ним, о том, что происходит сейчас в Крыму. И мой первый гость это Эльмар Ибраимов, представитель гостиничного бизнеса. Эльмар, вот сейчас гостиница, насколько она загружена, что здесь происходит? Добрый вечер, Осман. Добрый вечер, телезрители канала Интер. На данный момент, по сравнению с прошлым годом, загрузка гостиниц по Крыму уменьшилась, скорее всего, на 80%. Хотя в Крыму тихо, спокойно, днем светит солнце, жизнь продолжается. Ну, вот, вы говорите на 80%, сейчас в межсезонье, да, вот как бы. Сколько стоит отдохнуть у вас сейчас здесь? Ну, в среднем цены у нас от 1000 гривен и выше. Все зависит, да, все зависит от того, какой категории номер вы убираете. А и вот второй гость, это представитель ресторанного бизнеса. Все говорят, что в Крыму очень дорого питаться, намного дороже, чем в Турции. Сориентируйте, вот, от чего зависят цены, что у вас происходит, сколько у вас стоит просто пообедать? Ну, на сегодняшний день, то есть, если в прошлом году, то есть, на одного среднего человека был 250 гривен, на сегодняшний день, то есть, на 350, за счет того, что цены на хлеб подорожали, то есть, месяц назад хлеб стоил 250, сегодня же 4,50, топливо выросло в цене с 11 гривен на 14 гривен. И вот мы с нашими гостями почитали, что сегодня недельный отдых в Крыму, вот, по системе все включено, обходится на человека в таком четырехзвездочном отеле, в комплексе Респект Фолк, например, в Коризе, это 300 евро в неделю на одного человека. Но гостиницы пустые, рестораны пустые, и что будет этим летом, никто не знает. Студия. Спасибо, Осман Пашаев, был с нами на связи, с нами на связи из Крыма.